Всем подписчикам привет, остальным в адекдам, у нас по-прежнему Скуби приветствует вас на моём канале И сегодня в ролике не о Майнкрафт, как ты думал, да? Потому что у меня же новым постой контент И новости я должен говорить про дорогие игры, которые хоть раз я снимал на своём канале Ролик, правило всё тоже, тысяча лайков, новый видос, поэтому ставь лайкос Подпишись на мой канал, если ты ещё не подписан, иначе ты будешь... Кокашвай Подписывайся с колокольчиком обязательно А мы начинаем, потому что сегодня новое обновление игры о Майнкасс Новые питомцы и много чего ещё Всего 6 обновлений, которые, скорее всего, ты даже не знал А мы начинаем Обновление первое, анонимное голосование То есть, если ты хочешь проголосовать, ты можешь проголосовать анонимно И никто даже не догадается, что это голосовал ты Или уйти в спектарат, то есть, не голосовать вообще и посмотреть, кто проголосовал То есть, это, по мне, функция не очень интересная Ну, а смысл анонимного голосования? И что с этого? Ну, типа, не узнать, что это ты голосовал Что с этого-то? Какая разница-то? Ну, что это даёт? Может, вы мне в комментариях напишите, что это может давать, но, как по мне, от этого проку вообще никакого не будет. Лучше бы новую карту уже сразу же смастерили и отправили её херак прямым рейсом сюда, а не Почта России, чтобы мы ждали там месяцами, да. Второе обновление, новая прорисовка и детализация игры. Скорее всего, многие уже заметили то, что графика игры начинает улучшаться, но не иначе, типа, как бы там. Два года протухала игра, просто стояла без онлайна, можно сказать, а сейчас резко бодыщ, и её играют уже каждый второй, каждый третий знает мемы про неё везде. Кстати говоря, ребят, хочешь видеть каждодневные мемы про игру Амон Каст, смеяться до слёз, на уроке угорать, показывать училки, она будет же ржать тоже до слёз, оставить тебе пятёрки. Тогда заходи в группу пекарни Амон Каст, там мемы каждый день, ссылка в описании, это группа ВКонтакте. А мы продолжаем. Прорисовка игры и детализация. На самом деле, это меня порадовало, поэтому ставим сюда огромнейший плюсик. И если тебя тоже прорисовка и детализация игры, опять-таки, порадовала лучше, чем старая, то пиши об этом в комментарии, посмотрим, сколько нас таких. Третье обновление, это новая карта и новые задания. О, да, новые задания уже, как я знаю, есть в игре. Говорить о них не буду, потому что играйте сами, всё сами увидите, пусть это для вас будет каким-то элогнито и удивлением. А вот новая карта, Safari, которую создавали мы с кодерами, она уже практически готова, осталось её только протестить. Только как её тестить, мы пока не можем понять, потому что нам нужно дождаться ответа от разрабов игры Амон Каст. Ну, вы представляете, если её включат в игру, какие там будут новые задания, как там будет всё пушечно. Просто игра будет называться Safari, поэтому запоминай это название, если ты будешь её видеть уже в игре, бегом залетай и знай, что эту карту создал я, ютубер Скуби, со своими кодерами. Да, прям похлопаю, и там задания просто офигенные, там всего будет 6 заданий, ну, которые я уже озвучил в прошлом видео, можешь кликнуть по подсказке справа сверху и посмотреть по поводу новой карты, там я подробнее всё рассказал. А мы перейдём к следующему обновлению. Новые питомцы! Ребят, новые питомцы будут совсем скоро, и уже известно два новых питомца, которые будут... Это небольшой львёнок, а в этом, как он называется-то? Вот который головной убор, так как он называется у космонавта? В скафандре! Львёнок в скафандре, это будет просто пушечно. И плюс ко всему, скорее всего, это мои только догадки, то, что эти питомцы, покупая их, будут тебе давать какое-то преимущество, не знаю, например, вторую жизнь или скрытность, или ещё что-то. Типа вот так вот. А второй питомец, это змея. Обычная змея, она уже есть, но она будет какая-то, видимо, переделана, может, как из Гарри Поттера, я не знаю, что-то вот такое. Новые питомцы. Вот это обновление я жду, потому что мне это будет интересно. Я сразу же закуплюсь питомцем-львёнком, потому что львёнок в скафандре, это просто жесть. Ну, реально. Прятки и новые шляпы. Прятки уже в обнове, типа, вы можете поиграть в этот режим пряток. Довольно интересный режим. Вы там будете бегать, как в спидхаке, как будто с читом нахрен, вас разносит, как пулей, и всё. Ну и новые шляпы, которые, в принципе, тоже всем известны. Это маска Джейсона из Фредди Крюгера, из Пятницы 13-й. И дам ещё парочку новых. На самом деле, единственная шляпа это Ворона, и вот Джейсона понравилось. Остальные, ну, такие себе. И шестое, это скрытые задания. Точнее, скрытие заданий. То есть, ты можешь скрывать те задания, которые ты выполнил или выполняешь. И не будут они никому показываться. Ну, для таких любителей всяких челленджей в играх, то это подойдёт на ура. Или, может быть, для читеров тоже подойдёт на ура. И, кстати, по поводу читов, тоже есть много обновлений. То, что новые читы там и так далее. Но, так как я не любитель читов, я вообще не сторонник этого. Поэтому я об этом говорить не буду. Если тебе интересно, переходи на какие-то каналы, где про читеров и так далее. Я сразу таким дизлайк ставлю. Фу, да ну, да ну. Ну, ребят, на этом пока все обновления Амонкаса закончились. Если тебе понравилось, лайкос, подписывай на канал, канал ТОС, комментос. Всё это делай. Рассказывай об этом видео маме, папе, другу, брату, лучшему врагу, прохожему на улице. Однокласснику в школе, вконтакте, ритм, витре, инстаграм, поиск, и всё остальное дело об этом видео. А с вами был Скумин, до новых встреч и новых обновлений. Пока-пока. Не забывайте заходить на мой сервер по Майнкрафту и на стримы. Потому что на стримах я играю вместе со своими сабами. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok